Дорогая Галюся, пишу эту записку в торжественной обстановке перед вступлением в бой. Какая же я тогда смешная была. Я же подумала, что все это ненадолго. Ты помогала мне всегда. Наверное, все-таки кто любит, то добрее к людям. Прощай, мамочка. Я погибаю. Не плачь обо мне. Письма с фронтов Великой Отечественной и документы огромной силы. В пропавших порохом строках грубость окопных будней и нежность солдатского сердца. Такие письма хранятся во многих семьях. По ним изучают историю и учатся любить Родину. Большинство воспитанников детских домов никогда не видели своих дедов и прадедов. О войне знают лишь из фильмов и сухих уроков истории. Я бы хотела свою семью знать немножко больше, чем знаю. Я бы хотела узнать о своем дедушке, какой он был вообще, участвовал ли он в это военное время. Развитие патриотизма и интереса к истории – только одна из целей проекта. Каждая из писем адресована родным и близким. В каждом – бесконечная любовь и забота. Эти незримые нити помогали бойцам защищать Родину до последнего. И эти письма помогут воспитанникам детских домов понять важность семьи в жизни каждого человека. В будущем они создадут свои семьи, которых сегодня у них нет. И нашим детям, детям, которые остались без попечения, и детям, которые остались сиротами, очень важно почувствовать себя именно в кругу семьи. И эти письма, письма, написанные родным людям, ведь начинаются они как милая, дорогая, любимая. Вот это прочувствовать, пронести через себя, вот этот момент, я думаю, у них в памяти останется. У него была дочка, и он думал, что вдруг я умру, и как она будет одна? Разного возраста, послушных и отчаянных, строки из войны тронули каждого ребенка. Ребята размышляют над ними и примеряют на себя. Чужие письма – как уроки жизни. Им они помогали выжить, нам – оставаться людьми. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, Константин Головин. События.